Здравствуйте, уважаемые господи, уважаемые главные в России, уважаемый ГАОН ГОЛЬШИК, уважаемый президент КИРОД. В нашей общине, в момент регистрации, скажем, 23 года, и вот ту индикатору, сейчас, чуть-чуть жажду внимания, мы делали 20-летие. В нашей общине, немножко фотографий мы добавили, вот, наша община была, организовалась на основе Миньяна, который был первым в районе Москвы все годы советской власти, и когда я пришел, то старики постепенно стали уходить, и жизнь, и как бы, возможность уезжать, кто-то уехал, кто-то пришел из жизни, вот, и была на грани развала, но вот, за 20 лет удалось все это хорошее, слава Богу, сделать, вот, наши программы здесь представлены, в принципе, практически все они будут есть и на сегодняшний день. Можем фотографии? Просто, вот, это самое начало, я пишу, смотрите, вот, вот, ну я даже не очень-то буду комментировать фотографии, там практически все написано, я прошу просто, крутите все, кстати, 3 минуты я буду говорить, чтобы они прокрутились, чтобы увидели, что происходит в нашей общине. Хочу обратить сейчас на две вещи внимания, уважаемых раввинов, во-первых, первое, это еврейский лагерь Эцхай, лагерь Равина Гольшмита, вот, лагерь, программа, как бы, Московская еврейская община вообще, значит, я, мне было бы честь, в 2014 год быть директором этого лагеря, был, когда-то лагерь для мальчиков тоже, сейчас только остался для девочек, но, наверное, может, наша общая вина, лагерь для мальчиков сейчас нету, потому что даже и девочки, и мальчиков, раввинов, работающие в городах, посылают очень мало. В реке есть, в некоторых городах есть школы, в некоторых городах есть, значит, воскресные людей, школы, конечно же, вот, вот, я очень прошу раввинов посылать к нам детей, лагерем, руководит, кроме меня, как бы, программы делать лагеря, дочка известного всем раввинара, обошла много Манделла из Торонто, вот, и руководит уже очень много лет, и программы всегда очень интересные, и стараемся условия жизни и питания тоже сделать, как бы, лучше и лучше, за четвертый год мы в одном и том же месте, и хорошие-хорошие условия, хорошие комнаты, поэтому стоит присылать, стоит присылать детей, всегда, все годы, процентов 80, наполнение лагеря, это Москва, хотя в городах тоже, слава богу, есть дети, и думаю, для всех было полезно, чтобы дети приезжали. Это первое. Значит, второе, так как всем нам нужно развиваться, как бы, не стоять на месте, и уроки Торы, это очень важная вещь, и Миньян, это очень важная вещь, и практически во всех общинах в той или иной мере это есть, есть это и наше, естественно, общение, последнее, то, что я начал в этом году, это, по примеру, оральные синагоги делать индивидуальные хибрусы, то есть те люди, которые хотят поучиться, что-то такое конкретное со мной, значит, я приглашаю, значит, в уговоренное время, на один час в неделю где-то получается, так как есть человек 8-10, которые учатся, не получается больше, вот, и мы что-то вместе учим, какие-то, как говорится, Торы, или Рамбамы, или Бажана Шахова, или просто въем книгу и читаем, я для себя очень много этим черпаю, и люди, которые со мной учатся, они тоже черпают. Значит, ну, я, как бы, сейчас, мне пришла в голову одна известная программа, которую я хочу с вами поделиться, которая еще, она не началась, не началась только потому, что не началась, но пока она нанес средства, а программа эта называется Шифры.По, многие слышали, что такая программа, она давно существует в Америке, и в Израиле, это, когда, значит, если кто-то не слышал тысячи женщин, когда женщина рожает ребенка, еврейская женщина, то другие семьи, другие еврейские женщины приходят, приносят ей завтраки, либо ужины, на, в течение первой недели, второй, двух недель, для того, чтобы поддержать, просто, чтобы было какое-то участие в стране еврейской общины, значит, и для того, чтобы, значит, маме первое время, когда приходится в трудом, и просто, она не знает, до что раньше схватиться, и нет времени, конечно, готовить, ни для себя, ни для мужа, это, как бы, это, конечно, помощь, вот, но вся эта программа, которая существует, кажется, в Москве тоже, но она вся охватывает только религиозных, религиозных, религиозных семей. На самом деле, мне пришла в голову мысль, что было бы очень здорово организовать эту программу, охватывая не только религиозные семьи, а нерелигиозные семьи в частности, потому что этим можно сделать контакт между еврейской общиной и еврейской семьей, в которой родился ребенок. Это дети, которые потом, ну, потенциально должны бы пойти в еврейский сад, получать еврейское образование, получить еврейскую школу и так далее, то бишь наше будущее. И это будущее надо начинать строить, вот, как бы, с рождения ребенка, и с контакта с еврейской семьей, в которой рождаются еврейские дети. Вот, вот, поэтому, у меня принесла написанная даже, значит, как бы, есть написанная программа уже, значит, отвозить, значит, в течение первой недели, второй недели, как, сколько и средства, находить семьи, когда рождаются еврейские дети, еврейские семьи, и возить к ним еду, либо завтрак, либо ужины, и чтобы родин, конечно, хорошо, когда, чтобы приходил, тоже предложила в Рязани, предложила дать еврейское имя, предложила, как бы, как-то поучаствовать в общине, она может даже сама потом, через какое-то время, может, она сама поедет в семье, будет себя буквально частично, потому что те люди, которых будем помогать, они сами смогут давать какую-то закуп на другие уже семьи. Вот у меня вот такое предложение. Спасибо всем за внимание, очень здорово, что мы здесь брались, спасибо руководству. АПЛОДИСМЕНТЫ